добрый вечер мы сегодня видимо в таком сокращенном составе поскольку время необычное но будем надеяться что еще присоединятся к нам люди мы сегодня начинаем новую тему эта тема 3 тема ковейская книга как мы видим в чем-то она книга связана с актуалей с тем что произошло 8 месяцев назад и вообще с теми трагическими периодами в жизни народа израиля которые приводили ситуации на грани выживания вот этому собственно посвящена эта книга но сначала я как бы обращусь заголовку лекции к тому вопросу который в этом заголовке появляется собственно говоря какая связь между этой книгой и истории макавея дело в том что книга которую мы сейчас начинаем читать вообще-то говоря не имеет никакого отношения к маковейскому восстанию и персонажи этой книги тоже никак не связаны семьей иуды маковея и с событиями происходившими во время правления антиопии эпифана эта книга описывает события которые если исходить из сказанного к книге мы еще поговорим о том как в этой книге реалия и фантазия перемешаны друг с другом но если исходить из данных этой книги то события описываемые в ней происходит лет 50 на 50 ранее событий связанных с маковейским восстанием и географически тоже эта книга рассказывает о вещах которые происходят вовсе не в эресесраэль а в птолемеевском египте поэтому казалось бы связи никакой нет но мы обнаружим в дальнейшем что связь есть самая 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 непосредственная она единственное что проявляется не не в исторических реалиях а скорее в литературной зависимости литературной связи в неких общих мотивах особенно эта связь обнаружится между третьей маковейской и второй маковейской книгами где упор где основной акцент поставлен на на героизме связанным с самопожертвованием с кедушишем со спасением которое бог дарует в таких пороговых ситуациях видим что третья маковейская книга непосредственно об этом говорит она эта книга входит как большую часть изводов септуагинты септуагинта в отличие от вульгаты включает свой состав маковейские книги и включает как три обычные в большинстве изводов это три первая вторая и третья все это заглавлено одним термином макебайка на это как бы деяние маковея хотя повторяю сама третья маковейская книга не имеет отношения к истории иуды маковея и поэтому мы должны будем читать эту книгу еще возвращаться к вопросу о том как получилось так что она попала именно в этот корпус теперь кроме того мы обнаружим как бы такая своего рода преамбула перед тем как мы начнем читать книгу и это опять же связано с заголовком нашего сегодняшнего занятия мы обнаружим что этой книги есть довольно важные переклички с хорошо известными книгами танаха и в первую очередь книга истер хотя есть и с книгой даниэля то более того если с остальными книгами подобными скажем даниэля переклички носят спорадический характер связан с определенными кусочками текста то в случае с книгой истер мы находим довольно мы сталкиваемся с довольно интересным феноменом по сути дела третья маковейская книга представляет собой антитезу не гистер мне в свое время приходи пришлось написать об этом и и в общем это как бы определяло в чем-то терминус пост квэм наиболее раннее время написания третья маковейской книги с моей точки зрения она не могла быть написана ранее книги истер впрочем по поводу сочинения книги истер тоже есть разного рода мнения когда именно она была создана и создана либо и создана ли она была целиком полностью сразу более того есть как бы дополнительная тут дилемма есть существенные отличия между на советским текстом книги истер и ее греческим текстом греческим переводом как и в греческом переводе есть различного рода вставки в основном молитвы и обнаруживается что судя по всему эти вставки явились свою очередь плодом влияния третьей маковейской книги на книгу истер то есть цепочка получается довольно сложная исходный текст книги истер по всей видимости повлиял на третью маковейскую книгу причем автор третьей маковейской книги пытается создать антитезу книги истер а греческий текст книги истер правильнее сказать добавки греческом тексте книги истер являются судя по всему плодом влияния третьей маковейской книги есть вот такой вот сложный литературный процесс теперь перед тем как мы начнем читать эту книгу я сразу же скажу что никто не сомневается что книга была создана греческом языке не на иврите даже если авторы знали говорит а кто он был мы собственно не знаем не знаем точно и когда он жил вот мы начнем читать и там как бы появится определенные зацепки опять же связаны с термином терминус но судя по всему поскольку он описывает реальность талимеевского египта надо полагать что он сам оттуда это как бы некая преамбула нашему разговору сейчас мы приступим к чтению этой книги она не очень большая она значительно меньше примерно вдвое меньше чем первые две книги не всего семь глав но довольно насыщенных вот сегодня мы прочтем может быть полторы главы из этих семей посмотрим как успеем одну главу перед тем как перейти к тексту у вас есть какой-то вопрос уже возник на этом этапе то его самое время сейчас задать но кей если вопросов пока нет то мы тогда откроем файл и начнем чтение книги перевод опять же не очень хороший не очень выверенный я опять-таки рекомендую вам ту самую книгу которую я рекомендовал уже несколько раз на русском языке книги макавеев где есть выверенные и научные переводы признанных специалистов вот так что это надо иметь ввиду уже в первой в первом стихе проявляется не точность не точность перевода в чем-то не точность заключается мы сейчас увидим филопатор узнав от прибывших к нему что антиохом отняты бывшие в его владения местности отдал приказ всем войскам своим пешим конным и взяв с собой сестру свою арсеною отправился в россию совсем даже не страна скорее город где расположены были станом войска антиоха причем проблема этого перевода по-гречески здесь в самой первой фразе появляется частица д которая может переводиться как также и и так тогда в зависимости от контекста и она эта частица никогда не открывает текст она как бы соотносится как правило с тем что было раньше поэтому я вот сейчас прочту вам более правильный перевод и вы почувствуете разницу тогда филопатор узнав от возвратившихся что подвластные ему земли захватил антиох отдал всем силам пешим и конным приказ выступать и взяв с собой сестру арсеною двинулся по направлению графе где разбили стан люди антиох а значит вот из этого перевода очевидно что что-то должно было быть раньше если это не какая-то литературная уловка потому что если текст со слов тогда филопатор мы ожидаем что что-то было раньше на этого что-то нет поэтому между исследователями на сегодняшний день есть спор согласно наиболее доминантному мнению начало книги утеряно было какое-то начало которое утеряно может быть несколько стихов может быть глава мы не знаем сколько согласно другому мнению это намеренная уловка автора книги с тем чтобы сразу же как бы бросить нас некую гущу событий современной литературе такое происходит не раз но это как бы противоречит как правило конвенциям древней эллинистической литературы теперь что это за филопатор филопатор это четвертый из лагидов или птолемеев лагидов царей эллинистического египта первый из них был одним из птолемей сотер как был одним из диадохов наследников александра македонского вот и четвертым из них был птолемей филопатор то есть тот кто любит своего отца и он был одновременно внуком того самого птолемея филадельфа при во время правления которого был осуществлен перевод туры на греческий язык сам филопатор правил начиная двести двадцать первого по менее 222 года до новой эры по двести третий год до новой эры то есть как я уже сказал это происходит то что не записывается происходит значительно ранее раньше событий маковейского восстания которые начинают свою историю с с того что антиоха епифан приходит в власти начинается так сказать калейдоскоп с назначением первосвященников эллинистическая реформа это все примерно со 175 года до новой эры а события которые описаны здесь у нас начинаются в двести семнадцатом году до новой эры почему мы это знаем потому что здесь речь идет о вполне реальном историческом событии когда об одной из так называемых сирийских воин то есть воин которые происходили между велись между поливеевским египтом и сирийскими сирийской династией селивкидов этих воин было несколько как бы сейчас идет речь о 4 сирийской войне вот и решающее сражение действительно произошло в районе который мы все хорошо сейчас знаем он на слуху у нас даже те кто раньше о нем мало слышали это тот самый рафиях да вот эта южная часть сектора газы на границе с египтом графея которая по-гречески называется арафии именно там произошло 217 году памятное сражение между антиохом третьим великим и теремием филопатром в результате которого несмотря на военное превосходство сирийского войска филопатр смог одержать победу эта победа была достаточно существенная впрочем через несколько десятилетий следующей сирийской войне тот же антиох третий взял реванш и одержал победу над талимеевском египтом теперь здесь упоминается упоминается некто арсиноя сестра сестра филопатра которая в конечном счете может быть уже и тогда мы не знаем точно стала и его женой а поскольку птолемеи логиды сохранили один из обычаев древнеегипетских древнеегипетских царств то есть фараонов один из обычаев которые они сохранили это был был брак между фараоном и его сестрой на то инсестуальный брак вот арсиноя стала женой птолемея филопата как бы таки был ли какой-то текст перед этим или его не было но так или иначе очевидно что автор создает здесь некую вполне достоверную реальность а то есть здесь есть заявка на исторический нарратив это важно для нас потому что мы увидим что в дальнейшем автор на самом деле прикрывается этим историческим нарративом с тем чтобы создать некое воображаемое действие какое мы увидим дальше говорится следующее тогда некто феодот решился и некий феодот решился исполнить свой замысел взял с собой лучших изверенных ему птолемеем вооруженных людей и ночью проник в палатку птолемея чтобы наедине убить его и тем предотвратить войну значит то был этот феодот мы знаем из историка полибия во всяком случае нам известно что у птолемея филопатра был военачальник которого так и звали феодот или феодот как бы на иврит можно было бы это перевести как эльнатан на это божий дар бог подарил значит а он этот феодот если речь идет о том же лице за несколько лет до битвы в рафии за четыре года до нее защищал от антиоха несколько крепостей но в конечном счете что-то произошло какая как какая-то размолвка между ними царем и мы знаем исходя из полибия что за два года до битвы в рафии он начал работать так сказать на антиоха и сдал им бы ему какие-то территории сдал ему какие-то территории в филе сирии да как бы сдал ему ако сдал ему сортир значит и видимо по ситуациях которую здесь описывает автор тимоковейской книги у нас нету никаких реальных подтверждений того того что что этот самый феодот в самом деле хотел хотел убить своего царя совершить совершить покушение вот но как бы исходя из тех сведений об отношениях между царем и этим человеком которые у нас имеются это как бы не выглядит чем-то из ряда вон выходящим впрочем автор 3 моковейской книги объяснение не дает единственном говорит он хочет предотвратить войну или скорее более правильный перевод положить конец войне что война и так уже идет бой который должен произойти но как тут сказано его обманул некто досифей согласно другому переводу царя увел из палатки досифей сын дремила родом иудеи впоследствии изменивший закону и отступивший от отеческой веры он поместил в палатке одного незначительного человека которому и пришлось принять назначенную птолемею смерть а это опять же такой интересный момент этот досифей или до сетей он на самом деле является зеркальным отражением с точки зрения имени того самого феодота их имена значит абсолютно одну и тоже только повернуты наоборот дот дос да вот этот дар дарение в случае десифе в начале в случае феодота в конце а тео или ты идти в втором случае тоже меняются местами а то есть такое ощущение что нам тут с нами играют некую некую языковую игру а теперь любопытно здесь действительно отметить что этот досифей как тут сказано родом иудеи родом иудеи и вообще говоря нам известно из флавия что был в во времена талемея филопатра прошу прощения во времена другого царя талемея филометра так который был внуком этого самого филопатра был на службе некий еврей по имени досифей из леонтополе земли хонью а значит есть и другие упоминания некого досифе сына дремила правда уже не в качестве иудея в качестве языческого жреца третьем веке вот то есть возможно возможно что здесь как бы произошла некая контаминация различных известных образов теперь что для нас существенно возможно некоторые из вас уже обратили внимание на определенную перекличку с книгой стер и как я впоследствии постараюсь доказать это не случайность на вполне закономерная перекличка которая будет подтверждена наличием дополнительных перекличек я вам сейчас напомню сюжет конца второй главы книги стер где рассказывается о том как против царя ахашвироша был устроен заговор его придворными эти придворные или сарисим которых зовут бектан ватереш решили убить царя ахашвироша не объясняется почему они решили это сделать так или иначе это становится известно иудею мордыхаю который предотвратил предотвратил убийство донеся царю а готова готовящимся заговор то есть это перекличка сама по себе любопытно однако опять же то что автор этой маковейской книги говорит что этот иудей до сифей впоследствии изменил законы отступил от отеческой веры имеет ли он ввиду нечто конкретное да вот мы говорили что есть сведения есть тексты которые упоминают некая вода сифея сына дремила языческого жреца конце третьего века или тут есть некая попытка человека подобного мордыхаю представить в его деградации это пока что остается в качестве гипотезы но я лишь намекну на одну вещь которая будет для нас существенно для дальнейшего разговора а именно то что этот и это это вещь очень волновала впоследствии читатели книги эстер мудрецов талмуда и дрошей книга эстер казалось бы совершенно не озабочена вопросом соблюдения еврейской веры не мордыхай не эстер ни в коей мере не демонстрируют свою верность этой вере и законам еврейским мордыхай правда оказывается поклониться перед аманом но это нечто очень общее а мудрецы задают вопросы а как они вообще вот будучи дворце хашвироша что они ели а соблюдали ли они шаббаты и праздники омолились ли они как бы вещи которые казалось бы мы ожидали бы в таком тексте но их нет не говоря уже о том что есть тер вообще ни разу не упомянут не упомянут бог ну хорошо это как бы такой зачин теперь дальше мы возвращаемся снова к рассказу о битве когда же произошло упорное сражение и дело антиоха превозмогала торси но я сестра жена распустив волосы с плачем и слезами ходила по войскам усиленно убеждая чтобы храбре сражались за себя за детей и жен и обещая если победят дать каждому по две мины золото а значит это как бы это деталь этот рассказ который приводит здесь автор третьей маковейской книги соответствует сведениям которые опять же мы мы получаем от полибия древнегреческого историка который как бы описывал описывал эти события и полибий рассказывает о том что силы были действительно неравны у антиоха было вот я привожу эти сведения сто два слона а у филопатра только 73 у антиоха было шесть тысяч конницы против пяти тысяч конницы у полимея шестьдесят две тысячи пехотинцев против пятидесяти тысяч так что как бы перевес был самом деле на стороне антиоха более того полибий тоже сообщает о том что арсеноя находилась при битве во время битвы при рафии больше ничего не рассказывает то что здесь арсеноя пытается воздействовать на войска и поднять их моральный дух это мы узнаем только у автора третьей маковейской книги теперь то что я сейчас скажу это некоторое более спекулятивное утверждение чем то которое я сделал по поводу дусифея но все же поскольку мы уже сравниваем с книгой эстер любопытно что здесь победа так сказать наших над не нашими да то есть как бы рассказ ведется с точки зрения протагонистами здесь являются эгипетские войска антагонистами сирийские так вот победа и спасение достигается благодаря женщине которая является сестрой и женой царя это вызывает памяти определенные ассоциации с эстер которая правда спасала вовсе не персидское войско и вообще не войско это еврейский народ но как бы во всяком случае запомним эту деталь тоже с тем чтобы впоследствии когда мы соберем достаточно материала понять к чему же все таки автор третьей маковейской книги нас хочет привести и так случилось он пишет что противники поражены были в рукопашном бои и многие взяты в плен значит и достигнув своей цели филопатор воссудил пройти по ближним городам чтобы ободрить их исполнив это и снабдив капище дарами он одошевил мужеством подбластных это вообще известная известная практика известная практика победителей в эллинистическую эпоху они как бы разъезжают по своим владениям с тем чтобы утвердить свою власть после победы полибий тоже сообщает что племей разъезжал по городам сирии и финики с тем чтобы утвердить эту свою власть которую он отнял у антиоха и то что он раздает дары это тоже как бы вполне такая реальная реальная деталь здесь переведено как капище можно перевести как святилище но надо сказать что слово греческое которое здесь используется темене это действительно слово которое автор третьей маковейской книги использует исключительно для обозначения языческих храмов а значит и вот собственно после этого седьмого стиха преамбула заканчивается начинается тема он ее вводит как бы между прочим и не исключено что это тоже своего рода такой литературный ход как и вот с обрывочным началом он вводит тему евреев иудеев и начиная с этого места у нас больше нет параллельных источников которые бы подтверждали или бы опровергали то что рассказывает автор третьей маковейской книги когда потом иудеи отправили к нему от совета и старейшин послов поздравить его поднести дары и изъявить радость о случившемся то он пожелал как можно скорее прийти к ним то есть в Иерусалим иудеи посылают от совета термин известный нам в эллинистический период герусия герусия и старейшины то есть руководители евреев в Иерусалиме как бы они изъявляют свою готовность стать подданными в Иерусалиме и вот он хочет прийти в Иерусалим мы знаем на самом деле что исходя опять же из флавия нам известно что отец филопатра филопатра действительно посещал Иерусалим посещал Иерусалим посещал Иерусалим после очередной из побед над Сирией про филопатра впрочем нам ничего не известно только отсюда прибыв же в Иерусалим он принес жертву великому богу воздал благодарение и прочее исполнил приличествующее священному месту то есть все как бы начинается за здравие все очень хорошо полный мир автор фактически усыпляет нашу бдительность и когда вошел туда то изумлен был величием и благолепием и удивляясь благоустройству храма пожелал войти в святилище начинается тема хорошо нам известная которая является которая может теоретически быть историческим фактом но при этом надо помнить что она стала неким литературным мотивом постоянно повторяющейся темы мы видели что первой маковейской книги в храм входит антиоха эпифан с тем чтобы разграбить святилище во второй маковейской книге мы читали про одного из военачальников антиоха эпифана гелиодора который тоже желал войти в святилище чтобы ограбить его уже в римскую эпоху в святилище согласно приводимым флавиум фактом вошел помпей положив конец независимому израильскому хасманейскому царству в шестьдесят третьем году до новой эры а талмуду рассказывает что тит перед тем как разрушить храм тоже ворвался в святилище а то есть это как бы такой образ язычник который хочет войти в святилище несмотря на то что это запрещено делать ему объясняют ему сказали так что не следует этого делать ибо никому из своего народа не позволительно входить туда и даже священникам но только одному начальствующему над всеми священниками то есть первосвященнику только ему кстати святилище называется здесь уже другим термином не темене а термином наос наос храм да вот это тот термин который автор третьей маковейской книги не только он использует для обозначения иерусалимского храма а только первосвященник и только один раз в год да мы знаем что речь идет о судном дне правильно сказать о дне искупления Йом-Кипур когда первосвященник входит в святая святых это подробно описывается и в традиции на зале в мишне а потом в талмуде но он не захотел слушать вот тут начинает начинает набирать обороты драма значит язычник хочет настоять на своем да тут не сказано что он хочет ограбить храм он хочет войти в него во что бы то ни стало прочитали ему закон но и тогда не оставил он своего намерения говоря что он должен войти пусть они будут лишены этой чести но не я то есть как бы это опять же очень характерная деталь которая кренится еще в библейских представлениях о надменных язычниках которые уподобляют себя богам и говорят что нет нет таких так сказать крепостей которые не взяли бы большевики вот так вот и здесь нет такого чтобы царю наследнику египетских фараонов нельзя войти в святилище и спрашивал почему когда он входил храм на территорию храм никто из присутствующих не не возбранил ему не 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 препятствовал не препятствовал этому таким образом он как бы подлавливает да впоследствии мы знаем что в арминистической традиции были установлены очень четкие законы до какого места вообще может дойти не еврей находясь на территории подходя к территории храмовой дары здесь не факт что наш автор знаком с такого рода ограничениями но по крайней мере он как бы создает образ такого хитроумного царя который говорит вы же меня пустили уже в храм на территорию храма сказавши а скажите б значит и когда некто мы не знаем кто да значит какой-то из присутствующих сказал неосмотрительно сказал что это худо было сделано что правильнее было его не пустить да тут на самом деле перевод не очень точно отражает как бы отражает оригинал что нечего если исходить из текста оригинала что нечем нечего здесь хвалиться тем что он что он вошел в этот храм в этом нет ничего для него похвального да некоторые переводят приводят что в этом нет никакого знамени вот но так или иначе он отвечал поскольку когда это уже сделано по какой бы то ни было причине то не должно ли ему во всяком случае войти хотят ли они того или не хотят на то есть я совершенно не собираюсь считаться с вашим мнением и вот здесь мы в первый раз сталкиваемся с вот драматизмом третьей маковейской книги которая будет сопровождать весь текст отчасти мы находим подобие этому драматизму и во второй маковейской книге сейчас мы увидим вот но здесь все гораздо более детально тогда как сказано здесь священники в священных одеждах пали ниц и молились великому богу чтобы он помог в этой крайной ситуации и удержал стремление насильственно вторгающегося храм наполнился воплем и слезами а остававшиеся в городе сбежались смущений полагая что случилось нечто необычайное заключенные в своих покоях девы выбегали с матерями девушки незамужние обычно должны по представлениям того времени сидеть дома и посыпая пеплом и прахом головы оглашали улицы рыданиями и стонами другие же во всем наряде оставив приготовленный для встречи брачный чертог такой такой мотив мотив который в танахе появляется в связи с выходом на войну когда жених и невеста выходят из брачного чертога и подобающий стыд беспорядочно бегали по городу а матери и кормилицы оставляя здесь и там новорожденных детей иные в домах другие на улицах неудержимо сбегались во всесвятейший храм да то есть наступает ситуация которую можно уподобить тогу во влогу да осквернение храма это на самом деле своего рода осквернение божьего творения потому что храм уже в библейских текстах имплицитно уподобляется творению мира храм как малый мир и осквернение храма фактически возвращает все в самом деле в ситуацию в ситуацию полного хаоса тогу во влогу и если мы для сравнения обратимся к второй маховейской книге то там тоже есть похожая сцена чуть менее подробная когда гелиодор пытается ворваться в святая святых то там сказано что священники тоже павниц перед жертвенником священных одеяниях вызывали к небу установившему закон целости и сохранности народ гурьбой высыпал из домов на всенародное моление женщины повязав себя под перси в речище заполняли улицы а из девушек сидевших заперти кто бежал по ротам кто на стенах кто высовывался из окон да вот как бы в чем-то эти тексты перекликаются они отражают более-менее одну и ту же литературную традицию но мы видим что автора третьей маховейской книги это более подробно он вводит сюда еще мотив детей мотив жен и невест мотив женихов и невест и таким образом добавляя усиливает драматический эффект так разнообразно говорит автор была молитва собравшихся по случаю святотатственного покушения вместе с тем продолжает наш текст некоторые из граждан возымели смелость не допускать домогавшегося вторгнуться исполнить свое намерение они воззвали что нужно взяться за оружие и мужественно умереть за закон отеческий произвели произвели в храме великое смятение с трудом бывшие удержаны старейшинами и священниками они остались в том же молитвенном положении это важно это важно в этом состоит в каком-то смысле противоположный пафос этой книги и тому пафосу который мы находим скажем в первой макавейской книге потому что автор первой макавейской книги восхваляет то что народ израиля берется за оружие с тем чтобы воевать с язычниками это в центре всего автор второй макавейской книги центр всего ставит мучеников которые готовы принять мученическую смерть за веру но при этом не отрицает то что евреи берут в руки оружие и завоевывают свою свою свободу они они одерживают победу благодаря вот этой самопожертвованию мученическому самопожертвованию тех которые приняли смерть за киду шашен автор третьей макавейской книги идет еще дальше он вообще отрицает какое бы то ни было какое бы то ни было какой бы то ни было какой бы то ни было активизм на поле боя воевать не следует а те кто хотят взяться за оружие и мужественно умереть закон отеческий они на самом деле приводят еще еще большему еще большему смятению к еще большему хаосу и поэтому руководители народа старейшины священники удерживают и с тем чтобы они продолжали молиться молиться только молитву можно достичь спасения и как бы завершая эту первую главу нам рассказывается о том что народ как и прежде продолжал молиться даже бывший царем многократно пытались отвлечь надменный его ум от предпринятого намерения то есть как бы мало того что иудеи и евреи молятся о том чтобы Бог остановил надменного царя но даже его приближенные и те подпадают под влияние вот этой иудейской молитвы еврейской молитвы она производит на них столь сильное впечатление что они начинают уговаривать своего царя это тоже очень важный момент в третьей маковейской книге мы с ним столкнемся уже в следующий раз еще раз да снова столкнемся с ним есть некие местные жители эллины которые встают на сторону евреев считая что им нанесена несправедливая обида но исполненный дерзость и все при них брегший он уже сделал шаг вперед чтобы совершенно исполнить сказанное прежде а это типичный образ царя язычника подобный образу антиоха и эпифана который мы встречали в первой и второй маковейской книге надменный язычник видя это и бывшие с ним начали призывать вместе с нашими вседержителя чтобы чтобы он помог в настоящей нужде не попустил такого беззаконного и надменного поступка да это поразительный момент получается что люди которые были люди которые были царем его собственная свита включается в молитвенный ход да и обращается к Богу Израиля то есть как бы происходит как бы ну я не знаю своего рода такой вот молитвенный экстаз который заполняет всех и вся от совокупного напряженного и тяжкого народного вопля происходил невыразимый гул да то есть как бы он нагнетает драматический эффект казалось что не только люди но и самые стены и все основания попили как бы умирая уже за осквернение священного места или предпочитая смерть осквернению места то есть готовность принять смерть за имя Бога и за его храм да мы таким образом прочитали первую главу третьей маковейской книги и подведем сейчас некоторый итог тому что мы видели да наш автор с одной с одной стороны стремится сохранить некую историческую достоверность видимость истории он рассказывает о вполне реальном событии о битве при Рафиахе при Рафи о победе Птолемея Филопатра но дальше да вводит образ сестры Арсенои рассказывает о неких событиях которые описаны таким историком как Полибий одновременно он вводит какие-то мотивы которые вызывают первое сомнение в степени достоверности и заставляют нас задуматься не является ли это некоторым литературным проектом история с этими двумя мужами один из которых хотел убить а другой спас царя значит история история о том как сестра жена царя Арсеноя фактически спасает войско поднимая моральный дух у солдат и наконец вся история с попыткой царя ворваться в святилище Иерусалимского храма и осквернить его и все что с этим связано все это приводит к мысли что перед нами вполне такое цельное литературное произведение которое преследует определенные цели какие цели мы увидим в дальнейших главах но понятно что опять таки язычник царь язычник противостоит здесь богу мы также видим что автор нашей книги придерживается критической позиции в том смысле что никакой воинственной деятельности быть не должно только молитва а такого рода заявления мы с такого рода заявлениями мы сталкиваемся на не раз и не два на протяжении истории Израиля в разных текстах и даже сегодня в нашей сегодняшней жизни мы видим что есть категория людей которые говорят о том что если что и спасает Израиль то не военные действия а скажем изучение Торы в Вейшивах и молитвы как бы это похожая позиция очень спорная которая которую от них не все принимают мы видим что автор первой маховейской книги категорически не приемлем такую позицию автор второй стремится занять нечто среднее найти нечто среднее автор третьей маховейской книги в этом смысле наиболее радикален ну вот здесь мы поставим точку если поскольку мы через несколько минут должны закончить вопросы замечания пожалуйста сейчас есть ли вопросы народ есть вопросы и и народ будет поведен окей окей ну дадим еще полминутки подумать если вопросов не возникнет проблем на этой точке на этом месте поставим точку сегодня есть ли вопросы замечания судя по всему нет будем надеяться будем надеяться на то что и военные действия и молитвы наши которые произведут необходимое действие и все таки тех целей которые поставили перед собой спасибо всем за внимание окей на этом за кирпо спасибо спасибо всем счастливо пока до свидания пока пока пока